Дорогие друзья, вы на канале Храма Святых Равнопосленных Константина и Елены. А территория, на которой мы сегодня снимаемся, это территория строительства будущего храма в честь порта Артурской иконы Божьей Матери. И вы все можете принять в этом посильное участие. Спасибо! Праздник, дорогие братья и сестры! Нынешнее воскресенье посвящено воспоминанию Креста Господня. Если мы читаем, то объяснение этому как некому укреплению церкви, которая идет путем постного пути. Уже такая значительная часть, можно сказать, пройдена. И вот как некое дерево, которое как в оазисе, которое укрывает путников, которые к нему приходят среди дальнего пути из Нойного. Вот церковь предлагает нам дерево Креста Господня. С другой стороны, это как некое знамя победы Креста над смертью, вдохновение на этом пути для людей, которые трудятся. И как некое признаменование победы Креста над смертью и будущего воскресенья. Потому что некий такой уже знак и цели нашего пути постного, знак Пасхи. Потому что воскресенье невозможно без вот этого подвига Креста, и подшествия его на Крест. С другой стороны, так получилось, что сегодня мы еще вспоминаем 40 мучеников севастийских. Это некий образ тоже людей, которые вслед за Крестом подошли на свой Крест личный, Крест страдания, Крест смерти. И вот мы знаем, что не все, которые начали этот путь, дошли до конца. Там был один из воинов, который соблазнился. Когда они загнали их в озеро, да, и было очень холодно, вот там наступили баню, сказали, все, пожалуйста, отрекитесь, выходите, и все будет у вас хорошо. И один из них действительно это сделал, и там тут же умер. А воин, который увидел линцы, спускающиеся на голову мучеников, один из воинов, которые охраняли их, он решил встать вместе с ними для того, чтобы получить этот венец и восполнил это некое число 40, число полноты. И поэтому это пример тоже некого следования за Крестом. Господь шел, не отказываясь, принимая в послушание от Отца волю Его, которая ему была определена для спасения человечества. Мученики тоже шли, следуя некой воле у них, страдать и не предать Христа. Наша жизнь в какой-то маленькой степени, у нас нет таких страданий, нет таких испытаний, слава Богу. Но в некой маленькой степени тоже некий путь к Богу, на котором есть свои испытания, свои трудности, свои возможности этого выбора. Остаться со Христом на этом пути, крестном, трудном, нелегком, но в конечном итоге ведущем ко спасению, или сделать шаг куда-то в другую сторону. В надежде, что будет полегче, может быть потом как-то я отдохну и продолжу. Вот как показывает опыт этого воина, который отказался, получше не получится. Человек потерял не только Царство Небесное, еще и земную жизнь тоже потерял. Решился всего в одночасье, сделав один неправильный выбор, один неправильный шаг в своей жизни. Поэтому очень важно и нужно понимать то, чем нельзя жертвовать, то, что является центральным в христианстве, то, что дальше, которого уже все, нельзя отступать. Много чего по экономии, по снисхождению к нашим небащим мы можем как-то отлагать, каком-то внешнем строе церковной жизни, послабление поста, уменьшение молитвы, какие-то вот сейчас, что происходит, некие изменения в внешнем острое обрядов. Это все можно менять, это все не является этим последним шагом отступления от Христа, как некоторые, может быть, говорят. Но это нет, не то. Есть гораздо более важные вещи, которые должны оставаться в душе человека, если они в нем присутствуют. Вера, сердце, любовь. Вот, то тогда вот эти внешние вещи, они на своем месте стоят, и если мы их даже немножко меняем, ничего страшного в этом нет. Но какая-то вот черта в нашей душе должна быть проведена, дальше которой мы внутренне понимаем, что если мы дальше ее уступим, то рассыпется все наше христианство, вся наша вера, она перестанет существовать, перестанет вдохновлять, перестанет давать нам жизнь. У каждого эта черта как-то вот он ее определяет сам. Может быть, время сейчас подумать об этой черте. На что вот я готов пойти для того, чтобы не отвлечься от Христа? Что для меня это, этот подвиг? Что является первостепенным в моей вере во Христа? От чего я не могу отказаться, что бы ни происходило в моей душе? Ради чего я могу ради этой веры пожертвовать? И что это мне дает? Некое такое духовное строение своей души, представление правильных приоритетов. Тогда все, что происходит с нами в жизни, оно тоже будет правильно выстроено. Потому что происходит некий избив. Были люди, которые спорили до хрипоты, на каком старый или новый стиль правильный. Я готов пойти на смерть, чтобы доказать, что этот стиль правильный или этот неправильный. Но вот это некая сбивка духовных приоритетов. Очень важно, идя путем поста, идти правильно, идти тем путем, который ведет нас к Богу, который идет нас к самому главному, что есть в нашей вере. Полезно еще раз возвращаться к этому. И опыт мучеников севастийских, которые воевали на стороне языческого государства в то время. Завоевывали языческие народы. Казалось бы, что христиане, откажитесь от своей воинской карьеры. Не надо вам это. Идите в монастырь, уходите. Это можно было делать в рамках Римской империи. Быть христианином и служить. Это можно. Не являлся предательством Христа. Но когда они подошли к черте, те, когда стоял выбор, они готовы пожертвовать всем. Карьеры, службы, жизнью, здоровью. Всем-всем-всем. Поэтому их подвиг – это некий подвиг того, что высокий образ Христа, идущего на смерть ради нас, он может быть реализован в жизни людей, обычных людей, таких, как мы с вами. И он реализуется уже в нашей жизни. Если мы ждем каких-то больших испытаний, то это не совсем правильно, потому что этот выбор происходит каждый день с нами. Мы готовим свою душу, потому что если произойдет какое-то действительно экстремальное событие, мы были готовы к этому. Я всегда привожу пример такой один. В афганскую компанию, когда там проходили и проверяли часовых, там один заснувший был боец, который заснул, над ним решили подшутить, взяли мешок большой, подошли к нему так вот тихонечко и отделили ему мешок на голову. Ну, так вот, и схватили сзади. Он там проснулся, не понимая, что делать, такой вот, думали, что он будет там делать, там, не знаю, на помощь звать, там, не знаю, еще что-то, там, просить у него плакать, там, не знаю, все, чтобы... А он сказал, что вот, не отрезайте мне голову, я сейчас вам проведу туда, где офицеры находятся. Да, вот. Ну, это вот некое поведение и настроение души человека в экстремальной ситуации, которая проявляет, на самом деле, его такой вот настрой. Да, почему это так произошло, непонятно, но некий шаг к этому он уже сделал, когда вот не справился за своей ленью, не справился там с усталостью, не справился с ответственностью, вот, а заснул на посту. Не было бы этого, вот, он бы как бы, этого бы, этого бы, этого бы случая бы не было. Поэтому какие-то вот маленькие вот подвижки в сторону нашей слабости, в сторону уступок неких, да, вот мы их делаем. Вот, и пост — это время отрезвления, время наблюдения за душой, когда вот мы начинаем смотреть, переосмысливать нашу обычную жизнь, наши обычные дела, вот, и немножко смотреть под другим углом на них. Они нас укрепляют в нашем духовном труде, в нашем пути крестном, или ослабляют. Они нас готовят к тому, чтобы, если придет какое-то испытание, мы его прошли. Или они нас расслабляют и готовят нас к тому, что мы все-таки не справились с ним. Вот, и молясь мученикам, с севастийским видеопересовой «Крест Господием», будем внимательно смотреть на нашу жизнь, для того, чтобы она была устроена так, чтобы мы соединились в подвиге и с мучениками, в конечном итоге, со Христом, и наследовали безвечную. Аминь. Песня «Священная небо рождая, Владыка, сердце, святая моя, Троте небес, а не небесная». Редактор субтитров А.Семкин